Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня непростая ситуация, муж в погонах, был длительное время в командировке. По возвращении узнала про измену, говорит, любит нужна, люблю, но не знаю, как простить. Что делать, можно ли простить, почему вспоминает её имя ночью. Не могу понимать, почему ночью вспоминает её имя. Смотрите, я думаю, что вам в ответах уже рассказали и про измену, да, и про травму, которую нужно прожить, да, то есть путём вербализации эмоций, своих чувств, например, психологу, и, соответственно, проживание таким образом их с получением адекватной и профессиональной. обратной связи, вот, которая позволит вам это прожить, да, и освободиться немножко от этих чувств. Но, хочу я вам сказать другое. Отвечая на ваш вопрос, почему мужчина называет ночью её имя, да, это связано с таким феноменом в человеческой психике, как импринт или по-русски «запечатление». Работает это следующим образом. Человек, значит, получая какой-то опыт и взаимодействуя с, взаимодействуя с каким-то объектом, вот, ну, любого рода, находясь в определённом эмоциональном состоянии, получает в своё распоряжение комплекс. Что такое комплекс? Это когда эмоционально объединённая группа объектов, например, ночь, значит, определённые мысли, определённые желания, определённые состояния. Ночь, определённое место, определённое состояние и определённый человек рядом становятся единым целым. И в этой связке наличие хотя бы одного элемента из тречисленных порождает воображаемое воссоздавание других элементов. Иными словами, ваш муж, называя ночью по имени другую женщину, называет её в силу своего психоэмоционального комплекса. Вот и всё. Я не буду здесь давать подробности, потому что, на мой взгляд, это может быть болезненно для нас. Но просто хочу сказать, что мы здесь имеем дело с механизмом импринта. Вот. И именно вследствие этого механизма импринта, ваш муж делает то, что он делает. Правда заключается в том, что я не собираюсь не оправдывать его, не осуждать. Это некая данность, с которой мы имеем дело. Прямо здесь и прямо сейчас. Хотим мы этого или нет? Вы говорите, можно ли простить? Можно. Если есть тёплые чувства к мужу, если есть между вами что-то общее, и если вы сможете принять человека, то есть принять его поступок. Вот. Важно понимать, что вы можете и не принять его поступок. Вы можете и не принять его решение. Это зависит от вас. Скажу сразу, что вы не обязаны этого делать. То есть вы не обязаны принимать то, что принять не можете. И еще я должен сказать, что прощение не работает по желанию. То есть прощение либо оно есть, то есть человек либо приходит к нему, к прощению, либо его нет. Все. Поэтому я бы сказал, что от вас это не зависит. По крайней мере в полном смысле этого слова. Если вы проживете свои чувства, если вы будете работать над собой, если вы займетесь психотерапией, шансов просить будет больше. Но гарантию вам все равно никто не даст. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. А также желаю вам пережить этот непростой момент для вашей семьи. Продолжение следует...